Из 460 преступлений среди несовершеннолетних, совершенных в Южно-Казахстанской области, 273 приходится на Шымкент. Причем в 91 правонарушении были задействованы школьники. Решить проблему, по словам руководства полиции, они не могут из-за ограниченности полномочий. Зато со статистическими данными проблем нет. Из 476 преступлений, совершенных несовершеннолетними, 147 являются школьниками, 114 – ученики колледжей, остальная половина – это 233 подростка. Нигде не учатся и не работают. В Шымкенте не хватает школьных инспекторов. Согласно приказу, не хватает около 700 инспекторов. У нас есть 1021 школа, работают в них 331 инспектор. Они работают с 9 утра до 19.30 вечера. «Я знал, что вы так ответите. Ваш приказ уже давно утратил свою силу». Главной причиной роста преступности Аким области назвал внутриведомственные разногласия и потребовал принимать эффективные меры борьбы с ростом правонарушений. 48,4% всех преступлений области приходится на Шымкент. То есть, основные силы нужно направить на город. Какие у вас есть мысли по этому поводу? «Мы хотим, чтобы наши сотрудники работали в две смены. То есть, первая заступает днём, то есть, 80 из 33 машин будем использовать в дневное время суток». «Так, автомобили, полицейские – это всё ваши компетенции. Нам главный результат». Прежде чем критиковать работу сотрудников областного департамента внутренних дел, он выслушал мнение заместителя руководителя данного органа – Сарема Абдулаева. Тот, в свою очередь, не стал скрывать свои удивления от столь резкого ухудшения криминогенной обстановки в регионе. «Рост преступности на 58% нас самих очень удивил, потому что раньше мы наблюдали постепенный, поэтапный рост либо снижение показателей. Такой всплеск мы можем связывать с изменениями в уголовном кодексе. В первую очередь видим причину в нехватке кадров». Подводя итоги, участники совещания подчеркнули, что в сложившейся ситуации виновны сами блючителя порядка, а именно их постоянные размолвки. Поэтому Акимобласть и Жан-Си Тимебаев призвал начать решение проблем несовершеннолетних с установления внутренней взаимосвязи. «Всё же становится понятным проводить анализ преступлений. То есть, где чаще всего происходят правонарушения, возраст нарушителей, социальное и материальное положение их семей. Далее проводить работу со школьниками и их родителями. Ситуация на сегодняшний день неудовлетворительная».